Здравствуйте, в эфире Вести Чукотка, в студии Вероника Токмачева, я и мои коллеги расскажем вам об основных событиях в округе. Губернатор Роман Копин назвал послание президента Федеральному собранию Российской Федерации насыщенным и масштабным. Он, в частности, отметил, что все предложения главы государства, начиная от стратегических целей развития России, заканчивая конкретными решениями, направленные на повышение уровня жизни российских семей. Президент Владимир Путин выступил с посланием Федеральному собранию 21 февраля. Это обращение к парламенту стало одним из самых продолжительных, оно длилось 1 час 45 минут. Глава государства оценил развитие российской экономики, рассказал об укреплении оборонно-промышленного комплекса и защите границ, остановился на поддержке населения новых регионов и поблагодарил народ страны за мужество и сплоченность. Одним из важных стало предложение президента создать в России особый фонд, который будет оказывать социальную, медицинскую и психологическую помощь нуждающимся участникам специальной военной операции и семьям погибших. Вот что об этом рассказал сенатор от Чукотского автономного округа Анастасия Жукова. Это новое ведомство будет оказывать содействие военнослужащим в получении социально-реабилитационных услуг, в организации социально-бытовых вопросов и социального обслуживания, в помощи по трудоустройству и так далее. Вместе с тем это не снимает ответственности за решение подобных вопросов с организацией учреждений, которые сейчас этим занимаются. Президент отметил это особым образом. Будет поддержано строительство арендного жилья, будет продолжена программа льготного аккредитования. Безусловно, приоритетами государства, и на этом акцентировал внимание президент, остается развитие Дальнего Востока и Арктики. Была дана оценка устойчивости экономики страны. Есть понимание, что для ее успешного развития требуется поддержка наукоемких технологий, поддержка молодых ученых, отраслей, занимающихся цифровыми технологиями. Для этого тоже даны поручения правительству в части внесения изменений в налоговый кодекс для осуществления различного рода налоговых льгот. Состоится внеочередное заседание Государственной Думы, Совета Федерации для того, чтобы эти изменения в законодательство были оперативно приняты, и с 1 марта ими можно было уже руководствоваться. Как отметил глава региона Роман Копин, в текущей ситуации особое внимание и заботу нужно уделить семьям участников специальной военной операции. По поручению президента для адресной поддержки каждой такой семьи и будет создан государственный фонд. Уже в этом году его структуры будут развернуты в Чукотском автономном округе. «Сделаем все, чтобы они работали без лишней бюрократии и действительно были полезны людям», – добавил губернатор. Сенатор Анну Отки в свою очередь особенно выделила в выступлении президента блок, посвященный социально-экономическому развитию страны и вопросам поддержки семей с детьми, а также предложение увеличить со следующего года минимальный размер оплаты труда в стране на 18,5% до 19 242 рублей. Анна Отки также отметила, что президент сделал акцент на важности развития села и необходимости прямой поддержки развития управленческих команд в системе местного самоуправления, как самого близкого к людям уровня публичной власти. Для Чукотки очень важно, что Арктика и Дальний Восток продолжают оставаться в числе общенациональных задач. Добавим, что посадение президента к Федеральному собранию – это программный документ о положении в стране, о внутренней и внешнеполитическом курсе, о приоритетах в социально-экономическом развитии, а также о национальной безопасности. В составе делегации Чукотского автономного округа, участвовавшей в послании президента, были губернатор Роман Копин, председатель Думы Чукотки Валентина Рудченко, сенаторы Анастасия Жукова и Анна Отки, а также депутат Государственной Думы Елена Евтюхова.